И так, всем привет, уважаемые пользователи и подписчики интернет-ресурса megaobzor.com. Сегодня мы посмотрим на еще одну модель от компании Yama. Это монитор, 27-дюймовый монитор, и отличается он у нас QHD разрешением. Таких мониторов сейчас на рынке много, и продаются они уже не первый год. Компания Yama заняла эту нишу только в прошлом году. С чем связана задержка, не совсем понятно. Но давайте посмотрим на монитор Yama XB2776QS1. Поставляется он в традиционной картонной упаковке, скромно по оформлению. Там у нас есть логотип производителя, название модели и общие данные по техническим характеристикам. То есть, никакой полезной информации особо нет, и несмотря на стоимость, практически в 28 тысяч рублей, монитор у нас поставляется в такой же упаковке. Хотелось бы все-таки, чтобы производитель также обратил на это внимание. Но, судя по всему, это будет независимо еще от самих моделей. От модели к модели у нас идет неизменный дизайн. То есть, здесь у нас изменился только пластик. Да, он стал более приятным на ощупь, смотрится он интереснее, но практически это такие же у нас традиционные, скучные по дизайну мониторы, то есть, не отличающиеся таким вот изысканными или какими-то оригинальными идеями. То есть, мониторы также у нас от ямы узнаваемы и похожи друг от друга. Рамки относительно тонкие, корпус также не толстый. Габариты данной модели составляют у нас 644 на 450 и толщина у него 250 миллиметров, то есть, не так это много. Вес у монитора 8, практически 9 килограмм. Примерно 4 килограмма весит сам монитор и 5 килограмм весит у нас ножка. Ножка металлическая, держится монитор достаточно уверенно за счет своей массы. И плюс, если у вас есть в весе, например, крепеж или не хотите вы связываться с ножкой, на обратной стороне можно просто снять эту ножку и закрепить монитор на стену. То есть, никаких ручей нет. Здесь у нас веса 100 на 100 миллиметров. Используется IPS-матрица производства компании LG Display. Она уже у нас, и точнее на рынке она встречается. Тесты и обзоры этой матрицы мы уже предварительно делали. Матрица неплохая, но, естественно, у нее есть своя минус. Здесь у нас 27 дюймов, разрешение 9560 на 1440 пикселей. Соотношение сторон 16-9. Подсветка используется VLED, именно благодаря VLED-у у нас толщина не такая большая. Шаг точки по горизонтали 0-233 миллиметра. Яркость 30-50, контрастность 1000, динамическая контрастность 5 миллионов. Время отклика 5 миллисекунд. Область обзора 178 градусов по горизонтали и по вертикали. Максимальное количество 16,7 миллиметров. На задней панели у нас доступны DVI, HDMI, DisplayPort, VGA. И есть у нас здесь встроенная динамика, то есть, можно подключить. По дизайну претензии у меня есть вот к этой части, то есть, это светодиод. Он горит, как мне кажется, слишком ярко, и его нельзя отключить. То есть, механические клавиши размещены в нижней части, то есть, можно эти клавиши у нас легко тактильно ощущать. И управление достаточно простое, и есть весь набор функций. От коррекции цветопередачи, этот монитор отличается от хорошей цветопередачи, до регулировки, например, цветовых профилей, контрастности, яркости. То есть, все это можно под себя настроить, включая и эко-режим. Не знаю, насколько он будет актуален для России, но можно немножко сэкономить на счетах за электроэнергию. Предлагаю посмотреть и сравнить этот монитор с другими мониторами в виде таблицы. И подвести в конце итоги, и, естественно, вывести изображение на данный монитор. Продолжение следует... Так, хотелось бы подвести итоги по монитору XB2776 QS-B1. После этого монитора остались весьма неоднозначные впечатления. По технической части он хорош, очень хорошо и детально можно, во-первых, просматривать фильмы. Неплох он в играх, хорошее время задержки для игр, то есть, как игровой монитор, этот монитор также можно использовать. Разрешение отличное. Первое время непривычно смотреть интернет-сайты, то есть, шрифт мелковатый. Но это характерно для всех мониторов с таким разрешением. Плюсами этого монитора являются матовый пластик, веса-совместимость, логичное управление, встроенная динамикой, цветопередача, углы обзора и быстродействие. Минусы это эффект с Crosshunting, glow-эффект, дизайн, неравномерность подсветки, стоимость и яркий вот этот индикатор, который всё время светит, особенно в ночное время. Картинка сочная, хорошая цветопередача, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы по монитору Yama XB2776QS, подписывай наш канал, перед ещё много-много интересного. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok